15 спортсменов в синей форме представляют сборную Северо-Восточного округа. Столько же в красной. Это боксеры сборной клуба братьев Абуренковых. Дружественно приветствуют друг друга крепкими рукопожатиями. А через мгновение этими же руками они будут биться за звание победителей. У них есть только единственная возможность выйти на ринг и сразиться с противником. Результат зависит лишь от одного боя. Это все-таки турнир, который прославляет клуб великих легендарных боксеров, братьев Абуренковых. Повышение мастерства поищем боксеров. Ну и, конечно, патриотическое воспитание. Ну и, как говорят, победит сильнейший. За звание сильнейших бой шел ожесточенный. Потом и кровью боксеры доказывали свое превосходство. Длительные тренировки, наставления тренеров на ринг спортсмены выходили в полной боевой готовности. Но, как в любых соревнованиях, здесь были победители и проигравшие. Леонид Термасесов в Апаренке приехал из Липецка. Для него бокс – это не цель в жизни, а хобби. Однако поражение молодой человек воспринял тяжело. Говорит, не хватило поддержки. К сожалению, я приехал без своего тренера. Он не мог дать какие-то советы. Наверное, из-за этого не получилось выиграть. Но, опять же, это опыт, это изменивая. Потому что только на соревнованиях крупных можно награться опыта. А воспитаннику легендарного клуба братьев Огуренковых Егору Крылову ничего не помешало стать победителем. Он пять лет занимается боксом и за это время побед у него больше, чем поражений. Количество медалей не поддается счету. Но прошедший бой, посвященный герою Советского Союза Василию Трушечкину, он запомнит надолго. Посвящен этот турнир знаменитому человеку. И я оставлю в своей памяти этот бой. Потому что знаменитый человек, в его честь бьюсь. У меня это честь. Но каким бы ни был результат, многие спортсмены отмечали, что для них это в первую очередь неоценимый опыт. Опыт профессиональный и личный. Ведь турнир посетило много интересных людей. В прошлом боксеров, с которыми ребята могли пообщаться и научиться новому. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.